Добрый день, уважаемые любители физической культуры, спорта и здорового образа жизни! С вами очередной выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». И сегодня мы с вами примем участие в акции «Забег РФ», посмотрим, как у нас бьются каратисты на чемпионате ПФО, прокатимся на велосипеде и убедимся о том, что наши спортсмены не только сильны физически, но образованы и эрудированы. Ну, а сейчас я спешу представить нашего гостя в студии. Директор школы Олимпийского резерва «Волга», президент Федерации велоспорта Ульяновской области Павел Завьялов. Павел Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Наверняка вы к нам приехали на велосипеде. Конечно же, на машине, потому что мы территориально находимся за «Волгой», и, соответственно, через старый мост ездить на велосипеде нельзя. Но призываю всех кататься на велосипеде, и я приехал, конечно же, на машине. Раньше вы были очень хорошим тренером, сейчас вы стали директором школы. Удается ли совмещать тренерскую деятельность? Очень трудно, конечно, но удается. Сегодня я провел тренировку у группы спортивного совершенствования, сегодня в 9 часов уже была тренировка. У всех видов спорта разной специализации и направленности, но очень многое берется из королевы спорта – легкая атлетика. И сейчас я предлагаю посмотреть, как проходил в нашем регионе забег РФ. Дизайнер одежды, блогер и просто любительница здорового образа жизни. Алена Петровскас из Ульянска впервые в своей спортивной карьере готовится пробежать полумарафон. Всероссийская акция «Забег» – ей помощь. Надо мной смеялись родители, смеялись родственники, и были в шоке, что я за 21 километр заплатила 1155 рублей, но я ни капли не жалею. Хочу сказать, что это очень классный повод побыть в классной компании. Хорошая компания подобралась быстро и задолго до старта, говорят организаторы. 905 слотов были раскуплены еще в середине мая. Всероссийская беговая акция имеет порядковый номер 5. В Ульяновск она завалянула во второй раз. Если бы нам организаторы больше слотов дали бы, больше, чем 900, то участников спокойно могло быть 1300, и мы бы поборолись за звание беговой столицы легко. Школьники и студенты, работники предприятий и бизнесмены, ветераны спорта и чиновники. На пару часов «Забег» реально объединил всех от мала до велика. Главное отличие акции от других подобных в том, что во всех регионах и весях участники стартуют одновременно в 9 утра по московскому времени. Почему я это участвую лично? Потому что я люблю настоящие живые эмоции, а спорт – это и живые настоящие эмоции. К этим эмоциям в Ульяновске добавился один существенный нюанс – жара и практически полное отсутствие ветра. Несмотря на поддержку болельщиков и волонтеров, бег превратился в суровое испытание, пройти которое под силу самым стойким. У меня просто восторг. Мне кажется, в следующий раз я еще больше буду бежать. Это прям азарт какой-то. Я не знаю, все бегут, кричат, поддерживают друг друга. В общем, классно. Очень классно. Конечно, конечно. Борьба с самим собой. Вот вышел, уже победил, пробежал. Важно, победил. Более сотни участников акции все же отважились на полумарафон. Это четыре в пятикилометровых круга по главным улицам Ульяновска. Лучшее время у Сергея Гаврича. Он уложился в один час и двадцать минут. Погода, конечно, подкачала. Очень тяжело, оставили на последний метр дистанции. Я знал, что я бегу первую, поэтому как бы, не знаю, стыдно было бы сойти. Среди женщин победа в полумарафоне досталась Олеся Мартыновой. Дистанцию 10 километров быстрее всех пробежали Евгений Гишкант и Елена Евстафьева. Пятерку на отлично отработали Данил Тукаев и Ольга Безрукова. А медаль с символикой акции досталась каждому участнику. Следующий полумарафон по улицам Ульяновска пройдет в августе, на День физкультурника. Павел Иванович, а кто вас ставил или, как говорят, сажал на велосипед? Посадил в седло велосипеды мой первый тренер Горб Николай Павлович. А какими успехами сейчас могут гордиться ульяновские велосипедисты? Ну, только что неделю назад в международной гонке Гран-при Санкт-Петербурга серебряную медаль нам принес Белянин Андрей. До этого Байкова Елена тоже международная гонка. В прошлом году она выиграла Манавгат Сиде Юниорс Вумен и заняла первое место. Ну что ж, а давайте в продолжение темы посмотрим мастер-класс и увидим, как велонаставники передают свой опыт и мастерство спортсменам. И стар, и млад выходят на старт. Толкаться, зажимать, драться на дистанции запрещено. Главный судья соревнований первенства ульяновска Михаил Карцев дает ценные указания юным гонщикам. А вот с азами и тонкостями велоспорта ребят знакомит мастер спорта Елена Байкова, у которой аккуратный день гонок – день рождения. Если вы не пристегнетесь и будете вяло на старте, то теряйте секунды, которые можете выиграть в дальнейшем. Разгон – это, наверное, самое важное. И как проходить повороты. Повороты судьбы таковы, что из-за травмы в свои 19 Байкова уже завершает карьеру. А вот 50-летний Андрей Иванцовский, наоборот, только ее начинает. Понятно, что на любительском уровне всерьез велогонками занимается 5 лет, но уже знает, как побеждать в каждом своем старте. Ставь края, туда вали, обратно терпи. Вот в терпеже вся проблема состоит. Насколько ты сможешь вытерпеть? В группе 16-летних юношей индивидуалку на 10 километров выиграл Максим Усинский, опередивший своего ближайшего преследователя на 25 секунд. Уверенным на старт выходил Макс и в групповой гонке. Чем может быть осложнится гонка? Ветер. Не ветер помешал Усинскому победить в гонке с общим стартом. Почти все 40 километров Максим контролировал ситуацию, еще трижды на финише атаковал. Но все решилось на последних метрах. Даниил Емелин оказался выносливее Усинского и показал спину, взяв реванш за первый день. Золотой дубль у 14-летних гонщиков удался Александру Рябову, который после финиша признался, что очень устал и проголодался. В индивидуалке на 10 километров он соперникам привез более минуты. А вот на финише групповой в дуэле с тем же Данилой Барыбиным Саше пришлось изрядно попотеть, хотя финишный створ он все равно пересек первым. Президент областной федерации велоспорта Павел Завьялов остался доволен работой и настроем, с какими ребята входят в новый сезон. А еще тем, что растет количество занимающихся велоспортом и растет география велосекций. Восстановили секцию в Диме Травграде усилиями. Я принимал участие, Михаил Евгеньевич, Александр Николаевич Васильев молодец. То есть он взялся за такое трудное дело. И на севере у нас открывается в Ленинском районе. Следующий этап региональных стартов запланирован на 12-13 июня. А вот в предстоящую субботу мы будем отмечать Всемирный день велосипеда. На центральной площади Ульяновска запланирован большой велопраздник. На этой неделе проводился чемпионат Приворского федерального округа по карате. И, кстати, Ульяновская федерация провела его на весьма достойном уровне. Павел Иванович, а хотели бы вы обучиться парой приемщиков? Ну, наверное, я и обучался до этого. Я и выступал на соревнованиях по карате. Я служил в отдельной разведроте 7-й парашютной дивизии, где мы изучали все эти приемы и участвовал в соревнованиях по самбо и по карате. А давайте сейчас посмотрим, как ульяновские каратисты били за право принять участие в чемпионате России. Мы в новом поколении. Более 200 участников из 11 регионов по ВОО уже собрал чемпионат ПФО по карате в Ульяновске. Перед каждым из спортсменов непростая задача – попасть в финал в своей категории и завоевать путевку в финал чемпионата страны, который пройдет в сентябре в Новосибирске. На этих соревнованиях отбираются те спортсмены, которые в дальнейшем будут иметь возможность, проявив себя, конечно, представлять или участвовать, скажем, в отборе на Олимпийские игры. Право провести чемпионат ПФО Ульянск сослужил впервые. Это словно награда региональной федерации за долгий путь. От истоков до статуса одной из ведущих по Волжье. Чтобы пройти, его потребовалось 10 лет. Начинали с банального, простого. Это татами дзюдо. Это были не специализированные залы, это были залы лутбокса. Сейчас мы увидим совсем другие картины. Сегодня на высоком уровне. Теперь в распоряжении каратистов один из лучших спортивных комплексов региона «Новое поколение». Здесь трибуны и зал для двух татами. На одном из них состязание в разделе кумите – реальные поединки. На другом – в выполнении комплекса ката. Дисциплина, в которой, по собственному признанию, каратисты познают собственный внутренний мир. Это не набор бессмысленных движений. По-японски это называется «бункай» – расшифровка. То есть мы выполняем набор элементов, которые мы могли бы применить в бою. Ката – это есть основа, а кумите – это уже больше практика. Нагрузка что там, что там, она довольно-таки серьезная, потому что здесь статическое напряжение, здесь взрывная мощность. Олеся Патинов тоже несколько лет не выступает в кумите. Однажды в поединке ей сломали челюсть, и теперь она, чемпионка мира по одной из версий каратэ, сосредоточена на ката. В родных ульянских стенах завоевало серебро. Командам за счет ульянса – шестые. В числе лидеров – каратисты Самары, Саратова и Пензы, представитель которой Владислав Талдыкин, среди прочих, завоевал путевку в финал чемпионата страны. Тяжеловато было, потому что старты основные уже закончились. Трудно было начинать. Так сказать, первое соревнование, еще климат такой, жарко, тяжело. Параллельно с чемпионатом ПФО прошел межрегиональный турнир «Сингирская весна» среди юношей и девушек. Здесь успехи хозяев внушительнее. София Кулева стала победительницей в ката, неожиданно обыграв Анну Дедюхину из Барыша. А Даниэль Нурмухамедов выиграл в кумите. Также в активе ульянсов 5 серебряных наград и 19 бронзовых. Павел Иванович, ваша школа большая и разноплановая. На что вы делаете упор, на что делаете ставки, в чем изюм вашей школы? Ну, конечно же, основной вид спорта – это велосипедный спорт. И так как традиционно мы находимся территориально на нижней террасе, на нижней террасе всегда был первый спорт – это хоккей с мячом. Это второй вид, который мы развиваем. Следующий вид – это у нас спортивная робика. Она нам приносит большее количество мастеров спорта. Прекрасные спортсмены у нас и прекрасные тренеры. У нас также конкобежный спорт и каратэ-кудо. Ваш тренер чему вас научил, кроме того, как крутить педали? Ну, еще и Горб Николай Павлович, я про него, он конкретно научил не просто крутить педали, но и налаживать велосипед. У нас каждый тренер – хороший слесарь, хороший механик. Велосипед надо знать на зубок, на гайки. Все это дело должно быть собрано своими руками. Когда я пришел в секцию, Николай Павлович мне просто дал груду металлолома и научил, как велосипед собирается своими руками. Абсолютно согласен, что тренер – это не только именно наставник в спорте, но и учитель по жизни. А сейчас, уважаемые телезрители, мы хотели бы с вами поделиться радостью, так как один из ульяновских спортсменов отобрался на конкурс «Умники и умницы». Давайте же посмотрим на этого парня. 17-летний ульяновец Назар Шамсудинов уже много лет занимается горько-римской борьбой. Недавно выиграл первенство Приворского федерального округа. В спортивной школе «Борец» тренируется практически каждый день. Наставники видят в Шамсудинове чемпиона. Возрывные мышцы у него борьбу чувствует, знает. То есть, если ему сакцентировать внимание на борьбе, он покажет результат. Впрочем, две Олимпиады Назар уже выиграл. Правда, не по борьбе, а по истории России. Ей паренек увлекается также с детства и перечитал множество книг о государстве российском и его правителях. Доскональное знание предмета вылилось в еще один успех. Назар выиграл региональный этап популярной телегры «Умники и умницы» и осенью поедет на финал отстаивать честь региона. Во-первых, это багаж знаний. Он увеличился намного. Степень подготовки просчитана до мелочей. То есть, очень много мелочей, которых я раньше не знал. Они очень интересны. А во-вторых, это очень много умных людей, которые туда приезжают. И это очень интересное общение. Все эти успехи в интеллектуальных викторинах и конкурсах стали возможными, в том числе благодаря и борьбе, считает отец Назара, победитель Кубка мира Назир Шамсудинов. Известный ульяновский спортсмен и функционер, он говорит, что именно спорт помог его сыну стать не только сильным телом, но и духом. Человек очень сердобольный, очень переживательный. Был настолько мягкий, что надо было что-то делать, чтобы сбалансировать вот это дело. То есть, вот эти мужские качества, они как раз в борьбе реально закалился характер. Параллельно с борьбой и чтением исторических книг Назар увлекается и музыкой, причем так же серьезно, как и любым другим делом. Семь лет он посещал музыкальную школу по классу фортепиано. Теперь каждый свой поединок на борцовском ковре с легкостью можете писать с помощью черно-белых клавиш. Едва ли это что-то современное. Это, скорее всего, что-то размеренное и заранее просчитанное, что-то классическое. Может быть, одна из симфоний Моцарта может быть. Борьба, музыка, история – все эти три составляющие для меня одинаково важны, говорит сам Назар и пока не знает, на что окончательно сделает упор во взрослой жизни. Возможно, такой выбор перед Шамсудиновым-младшим и не станет вовсе. В ближайшее время у него летние каникулы, тренировки и подготовка к финалу ТВ-проекта «Умники и умницы». Здорово, что такие ребята есть в составе ульяновского спорта. Ну, а на этом наша передача подходит к своему логическому завершению. Мы с вами прощаемся. Сегодня с нами в студии был реальный директор спортивной школы Павел Завьялов. А с вами был Реальный Спорт. Всем здоровья и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин